Привет, зритель! Вот вам скотерочечка Вижу, что видно Вот вам мой творожок Козий творожок С вот этой карамелью Мягкой Которую я обозревала В покупках Показывала, наверное, в стриме Но еще не смонтировала эти покупки Вот вам сгущенка, которую сегодня Открыла моя подруга, приходившая на обед Поржала на тем Тому, что я без нее не могу Нормальным путем открыть А тут вам мой сгущенку, потому что я открываю Тут у меня норак, я от него руки вытираю Еще я только от него не вытираю Ибо я открываю, ну, кто не знает Как я открываю, гляньте, этот ролик Древний, 2016 года Где я там суп Из куиного мяса, из консервы готовлю В общем, у меня тут козий творог, две сгущенки Я его хотела еще на завтрак Сводить или на полник, но что-то у меня не вышло Но весь мой мозг Сегодня практически весь съел цветок Который вторую главу уже очень болтливый В два раза болтливее, чем обычно Но обычно на 25-27 страничек Максимум 5,5 страниц Текста исходного идет А тут на 9 прям В общем, я тут сейчас поем С вами вообще, как бы, последние у меня Харчкина и любые болтливые Сейчас я просто поем, может, между делом Какие-нибудь мысли выдавать буду Тут у меня творожок Но у меня сегодня нашла в кукпелле Ресет внезапно один с творожком Печенек с рисовой мукой и творожком И вот, думаю, попозже готовить Только надо будет мне все-таки Сходить на воздух И перед этим записать пустые баночки Я забыла включить чайник А фоном, возможно, было видно У меня размораживается тертая тыковка Укропа, петрушка Там еще морковка Я потом лучок порежу Обновлю вон ту ложечку кукпедовскую Холодная, мокрая Еще всякую хрень тоже Вообще нашла рецепты в кукпеде В интернете просто у меня там Три вкладки открыты на компе Он сейчас на спящем режиме И даже на ютуб чего-то подлайкала И то, что я хотела сваять Лук, морковка и тыква Действительно так делают Потом я даже, наверное, это заведусь Потому что вроде уже вякнула в охлудилку И пообещала Читала сегодня насеков И угорала на них Вчера в стриме сравнила ТКНН по мозгам На весы поставила С одним своим бывшим зрителем местным А вот внезапно Наверное, для этого зрителя местного ТКНН по мозгам его умнее И сейчас там Кажется, толстая тетка Самая адекватная вообще Из тех, кто пишет в этой теме Имени меня В форуме насеков Бугортит С бомбанувшим Лавхейтом Сейчас у него там такой нет Ну, видимо, ему очень не понравилось Что его умственные способности Ставят ниже Устальных способностей Бьюти-блогера Пишущего лесенкой Без запятых И так, будто человек Вот только еще Начальную школу закончил С тройками, двойками И холами Видимо, ТКНН-овская фамилия Замужняя Этому Чуваку теперь будет В космарах снится Полежала 3 часа Без бумажки Без плавёза Катетика Лавашика кусочка И почти уже сухая Практически Чипсик Без никто Ой И ломается Это где-то и салфеточка Вообще, наверное, люди Ждущие хавчик на камеру Те, которые Любят эти рассуждения С хавчиком на камеру Будут разочарованы Потому что, наверное, ждут Какую-нибудь охренеть умную тему А ещё тем, кто решил Что я серьёзно хочу В реале встретиться с ТКНН Ребята Не кипишуйте Это был лёгкий троллить На 20-й минуте Последнего Влога из деревни Который я выложила на канал Я даже думала В камне где написать С 20-й минуты Лёля троллит А то уже и бедные насики Приняли это как-то Очень криво И тема там растёт Чё-то, Нарю С прошлого стрима На меня Подписалось 3 человека С этого стрима От меня 8 человек Отписалось Сообщение какое-то припёрло Как дела? Хорошо Надо как определить Ем творог Ух ты Некоторые программы Оно скрывает И не даёт посмотреть На некоторые программы Они поверх этой Управлялки Телефонной Соньковой Точно я ещё сегодня Не звонила Не докладывала Как я жил дорог Короче Человек Оскудилки свалил Но я не знаю Чем стало И после стрима Олеска Опять человек Отвалился Чижу думать Чего такое страшное Сказала Хотя в принципе Это может совпадение Потому что Поток зрителей Идёт Как бы Кто-то подписывается Кто-то отписывается Это как Аналогично Добавляю в закладки Аниме Потом как понимаю Что она нафиг Вообще не интереса Олеска Что она нафиг Кто-то Смотрите Что она нафиг Показываю Он о том, что мы Что она нафиг Смотрите Убираю 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 Благостепенно Убираю Зае Стоит 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 Соothes Я так понимаю, человеку должно быть приятно так, чтобы на телефон-то не упасть. Его прихваточку идет, точнее прихваточку идет. Ну что хочу сказать, люди, что сидят на форуме типа Насиков и форума типа Насиков, они же очень такие ранимые, они так переживают за тех, кого смотрят и обсуждают. Том, спасибо за беспокойство, но не стоит. Я бы с удовольствием почитала еще какой-нибудь блокпост, запись, где меня кости моют. Так вообще радует. Ой. Ой. Я ж на камеру ходячу. И у кого-нибудь, наверное, случится анальный беспадок. Поем, надо будет позвонить. Я сегодня какой-то спамер целябинский прозванивал на Билан. Загуглила в Яндекс, оказалось, что он последний месяц с этого номера всех коммунирований прозванивает. Набой, набой, короткий губок. Ничего хочу сказать, люди, если у вас есть творог, не обязательно кузи. Есть вот такая жидкая карамелька, игрушенка, или одно, или то, или другое. Это, конечно, очень вкусно. Даже если вы или ваши близкие не хаваете творог или не любите, то вот в такой виде очень даже вкуса. Я жалко, ложка, не язык. Еще. Теперь бы надо с чем-то чаю попить. Я вообще сегодня человек чаю принес, блин, мармелад, зефир. Не, у меня еще есть несколько конфеток от трерки из Тюмени. Ну, их надо доставать, а зефир на столе. Пятерковый зефир и магнитовый зефир, разные зефиры, потому что он до этого что-то приносил перед деревней. Я помню какой-то камент, то ли в каментах у меня, каналу, то ли на форуме у насиков, что я там сморкаюсь иногда. Видимо, человек, которого никогда в жизни насморк не мучил вообще. У меня тут хлебушек, который вчера в углических сырах купила. Я вот на него, как смотрю, уже третий раз и сегодня, мне кажется, что это булочка с маком. У меня вообще есть брюзги пачки и упаковочка готового будущего теста для хлебушка. При желании можно освоять эту булочку с маком. Ну, вот, хэрос, а мне-то мне как-то не хочется булочки с маком, но глаза видят именно ее. Ну и варенье у меня там стоит. Вчера с него слима. Ммм, страшно, лучше. Хождение по мукам от стола. Ой, у меня же еще есть, оказывается, орешки, арахи сваренные и семечки. Я их покупала перед Абхазией. Давно подумала, человек с тобой потащил. Потом думала, в деревню взять, не забыла его там. Еще у меня есть банан. И, небывалое дело, мне хватило с одной чашкой одной половинки. Дефиринка. Тут, короче, сэнча и горсть этого самого. Он китайская сэнча, на самом деле, это вообще от сэнча одно название. Просто хороший джердый чай в форме сэнча. И горсть зеленого, вот и жасминовой жемчужины от Лада, который вроде меня не смотрит год с лишним, наверное. Но чай еще жив. Я просто про него забыл. Про чай. Сидела, добивалась долг, думаю, схожу в магазин, куплю себе какую-нибудь вкусняшку. Еще у меня есть чуть больше, чуть меньше полутора кг конфет. Но я их обещала послать в одно место, в одну страну. Почтой Раиси, России. И как бы конфеты не будешь брать оттуда, да? Думала, что-нибудь вкусненькое купить. Я тут залезала в морозилку, доставая все эти запчасти для будущей еды. И обнаружила целый контейнер, замороженный мной, собранный в лучную жемелости. Но обратно поставила. Я к тому, что вкусняшка-то вообще под носом. Вообще совершенно спонтанный мукбак. Я как бы не планировала этот творожок есть на камеру. Я думала, что возможно я приготовлю и потом это съем, то, что приготовлю. Но у меня был вариант еще просто, хотелось приготовить, потому что у меня мозги настолько устали. Смонтируйте за 4 часа 2 разных ролика на разные темы. Так, чтобы еще некоторые моменты надо было перекидывать и вырезать. А еще техника иногда при этом глючит. В общем, мои мозги вообще, я вчера не воспринимала уже свой голос. Сегодня уже даже пожаловалась человеку на эту. Посадочек какой-то. Сейчас я вам это покажу вблизи. А то я только фоткала. Какой большой ложка. Большой ложка. Вот сегодня я ее это обновлю. И вот тут кук-пэт. Бамбуковая, наверное. Ну или еще какая-нибудь. Лоска. Хорошо обработанная. Нигде вроде ничего такого нету, чтобы занавиться. Ну, короче, меня сегодня очень сильно кусал без готовки. Я с ним так боролась и часа 2. Я уже думала плюнуть и сначала приготовить. Ну, у меня, блин, эта голова висит уже. Там осталось страниц 13. 15 вообще. Ну, как-то так. Чуть больше половины. Когда я заделала этот цветок, я поняла, что я готовить-то как-то уже не хочу. Хотя на ужин все равно надо что-то ваять. Изначально думала сходить купить картошки. Потому что мне что-то тут прониклось. А вот каждая еда как аниме. Под настроение. У меня там, в общем... В прошлом году мне близкий родственник сделал зеленых и красных маринованных помидор. И вот у меня эти маринованные помидоры от силы, может, полторы баночки. Ну, две. На самом деле две. Просто одну баночку я забыла. И с середины пришлось выкинуть. И она умерла. Короче, зеленые помидоры я вообще, по-моему, не открывала. Или открывала, фиг знает. Тут у меня стоит банк. Уже, думаю, скоро и год будет, как она стоит. Ни у кого, наверное, эти запасы на зиму сделанные до лета не доживали. Вякните в комменты, если доживали. Если вы, типа, люля. Ну, и я открылась сегодня к обеду. У меня человек мне еще на работе работает. Друг меня, типа, там чего. Я говорю, я же готовила другой человек. Я говорю, проверенная. Не-не, как это с супом это есть? В общем, я с супом это схомячила. Я поняла, что я тупо хочу вот этой фигни. Думаю, картошки купить, сварить и сделать с этой фигней. Или, может, что-то другого. Ламу риса не хочу. Гречку я в деревне делала. Фасоль надо долго отматевать. Читала уже про нут. А потом вспомнила, что у меня же есть замороженная тыковка. В общем, вот такой у меня хавчик на камеру. Спасибо, Шуб. Смотрели меня тем, кто до конца. И при этом вдохновились и сели похавать. Но вообще, люди, если вы вот смотрите хавчик на камеру и воспринимаете только лёлю. Ну, может, есть такие. А других вообще с хавчиком на камеру не воспринимаете. Ставите зеркало перед собой. Можете две свечки зажечь. Прям вообще магия будет. И хаваете, хаваете, хаваете. И смотрите на себя в зеркало. Ну, хрен же. Можете даже представить, что это я или ещё кто-то иной. Или, может, есть люди, которые... Я иногда в деревню приезжаю, в зеркало смотрю очень редко. Как-то всё на автопилоте. Дело у меня, ну, как бы, вообще ни туда, ни сюда. Бывают такие дни. Вот, может, есть такие люди, которые вообще с зеркала редко смотрят. Не помню, как сами выглядят. Вот, вы увидели себя в зеркале. Познакомились, поздоровались. За компанию пожрали. Я думала, что прибежит котик, но котик дрыхнет. Так что сегодня без котика. В общем, всем спасибо, кто осилил. Всем пока!